Други, вы были в таком восторге от ролика, где балийский шеф учит нас с вами готовить ранданг, что, конечно же, конечно же, мы продолжаем эту рубрику. И вот я пришла в Северяне. Ресторан, без которого я мою любимую Москву не представляю. На мой взгляд, они умудрились просто перевернуть кулинарную сцену этого города. Я сюда хожу завтракать, они здесь бесподобны. Обедать, ужинать, просто выпить бокал классного вина. Здесь безумно вкусно, крутейший интерьер. Короче, я люблю это место и очень вам советую сюда непременно заглянуть. Теперь пойдемте познакомиться с шефом и поболтаем. И, может быть, если нам повезет, он нас научит готовить какое-нибудь свое фирменное блюдо. А вот и сам шеф Георгий. Знакомьтесь. Здравствуйте. Пойдемте, я вас помучаю немножко вопросами. Конечно. Други, для меня действительно огромная честь оказаться здесь, с вами, за одним столом. Скажите, пожалуйста, когда вообще появилось понимание, что вы хотите работать шефом? На самом деле понимания, естественно, не было. Я пошел учиться в колледж в Пуарской, а-ля технику. После 10 класса я ушел, отучился полгода и пошел к друзьям, потому что друзья пошли учиться, просто по фану. И я пошел к друзьям так посмеяться. Ну, а может быть, в детстве? Все вот так получилось, что переросло. Не, в детстве, на самом деле, никакого поварствования не было. Не готовили, не то, что у вас там мама чему-то учила. Нет, такого не было. Вот, и просто получилось так, что я туда пришел, и, значит, там же есть специальный предмет, там оборудование, товароведение, кулинария. И, так как я был хрошистом, я начал получать какие-то там неудовлетворительные оценки, и мне это как-то задело, и я думал, надо как-то это все подучить. И я начал все это учить, и мне все понравилось, и я так влился. Но, естественно, если смотреть на образование российское и иностранное, то это такая прям огромная яма. А расскажите, вы один из многих, который у нас в стране, кто отучился в небезызвестном Экхордонблю. Это, конечно, небо и земля, да? Да, но, смотрите, я туда приехал, и там совсем другая система работы, работы и обучения. Потому что там начинается демонстрация. Что такое демонстрация? Это демо, когда шеф-повар показывает 3 или 4 часа мастер-класс, и после этого вы поднимаетесь на второй этаж, и где вы сразу это отрабатываете. Этот же шеф-повар, который показывал, потом выставляет оценки. Там есть категория аккуратность, организация рабочего места, приготовление, подача. И выставляются оценки, и уже смотрится. А здесь важно было именно повторить исходный вариант, или можно было какое-то свое что-то привнести? Нет, отдачи ты можешь как-то сделать по-другому, но по вкусовым, естественно, можно сделать, как показывают. И это были какие-то приглашенные, именитые повара, которые, по сути, делились просто, да? Да, да, да. Нет, ну там, естественно, это все учителя, которые имели звезды Мишлен, которые просто уже хотели именно обучать и показывать свое мастерство, передавать. А в России такого пока нет? Каких-то, может быть, школ? Смотрите, в России уже, на самом деле, много чего появилось. Есть такая школа, школа Новиков. Да. Новиковску. Конечно. Вот. И я там даже два раза преподавал. Там хороший, прям такой европейский уровень. То есть, если кто-то из моих подписчиков захочет как-то уже повысить непосредственно свои... Можно пойти и... И научиться легко. А как родилась концепция этого ресторана в Северане? Посмотрите, концепция очень простая. Наш ресторатор Илья Пшенков, мы когда с ним познакомились, он сказал, что очень классная концепция, будет русская печь стоять и больше ничего не будет. Но это была скорее ваша идея? Вот вы всегда мечтали? Нет, это была не моя идея. Совместная такая? Да не то, что совместная. Я пришел в этот проект, уже была концепция. Ага. Вот, и я уже влился в эту концепцию. Но это такой прям опыт, который прям... Именно с этим рестораном я почувствовал, что я шеф-повар. Ну, раскрылся как шеф-повар. Потому что очень такой своеобразный проект. Потому что до этого не было в Москве таких проектов, где была только печь и гриль. У нас нет плит. Вот, и это такой прям вызов самому себе. А скажите, пожалуйста, есть ли такое понятие, как какие-то тренды? Вот что-то сейчас модное, новое, что появляется в кулинарии в Москве, в мире? Слушай, ну, как мне кажется, что тренд на хорошую, понятную, вкусную еду. Потому что, мне кажется, уже все наигрались. И, как мне кажется, ну, как сейчас, это правильно в моем понимании, что человек, который приходит, я не знаю, там, после работы или еще после каких-то своих дел, да, в ресторан заказывает еду. Он хочет понимать, за что он платит, что он ест. И, в общем, вся эта картинка должна быть понимающая. Я понимаю, что вы говорите, просто это был такой момент, когда все хотели максимально сложную еду, какие-то очень сложные соусы, вот эта вся молекулярная история. Мы всегда по молодости все всегда играли и показывали, что мы можем и такую текстуру сделать, и такую, и вот этот еще соус, и пену, и вот это все. Естественно, это просто мы, наверное, искали свой стиль, и тем самым сейчас все, сейчас в Москве очень сильно все поменялось, и сейчас такая комфортная еда, которая... Действительно понятная, качественная. Понятная, да, качественная. Хороший продукт, на самом деле, какие-то несложные техники и технологии приготовления, и вуаля. А расскажите, что мы будем с вами готовить сегодня? Вот, мы сегодня будем, на самом деле, готовить простую, и, понятно, опять же, еду, да, это будет маринованный лосось, мы покажем, как мы будем мариновать, он будет, они будут в виде таких равиоли, с кальраби, с сметаной и с щучей кроме. Все вы знаете, как я люблю кальраби, грызть ее в сыром виде, дети меня ее обожают, а сегодня мы будем ее мариновать. Вденьте на кухню. Это все наши ингредиенты, да? Да. А расскажите, что здесь мы видим? Смотрите, мы сейчас замаринуем лосось, у нас есть уже копченая сметана, я расскажу, как мы это делали. У нас есть кальраби замаринованные, у нас есть попкорн из гречки, сливки с креном мы поставим в печь. Конечно, мы понимаем, что ничто не сравнится с печенью, но если ее нет дома, у меня, например, нет, пожалуйста, используйте просто вашу плиту. Я правильно понимаю, что это просто сырой лосось? А это то, как уже выглядит маринованный. Это уже маринованный. Уже, наверное, меняется текстурь, я вижу, что он уже более плотный. Да, он более плотный становится. Более плотный. А это непосредственно то, в чем мы будем его мариновать. Да, здесь получается соль, сахар, укроп, потом смесь перцев, можжевельник, кориандр и семечки фенкеля. На самом деле, все, что угодно можно добавлять по вкусу, у кого какой. Ну, мне нравится мариновать так. Алкоголь вы обычно не используете, да? Я не использую. У меня есть классный рецепт, мы коптим тоже лосось, и мы его выдерживаем сначала в алкоголе, который тоже немножко помогает. Я обычно люблю ром использовать. И потом, но имейте в виду, другие, внизу в описании под роликом будут все пропорции, сколько нужны соли, сколько нужны сахара, чтобы вы у меня не растерялись. А как вы, это уже замаринованный кальраби, да? А долго он у вас маринуется? О, нет, ну, есть такая история, как вакуум. Ага. Мы нарезаем на сласере тонко, вырезаем кольцами, чтобы был круг. Сырой кальраби. Да, да, да. Вот, потом берем рисовый уксус, сахар и воду в пропорции и просто завакуумировали. И, ну, в основном на ночь это делаем, и поднимем, уже все готово. Классно. А для чего нам потребуется апельсин? Апельсин мы сейчас, когда будем мариновать лосось, мы натрем цедру, а затем мы просто нарежем кружочками и положим на наш лосось. Он отдаст как раз свой сок, и лосось будет. А вы мне потом расскажете, как сделать попкорн из гречки, она выглядит совершенно потрясающе. Конечно. Причем, пожалуйста, имейте в виду, что вот такие штучки, вообще все в мелочах. Вот попкорн из гречки можно добавить, наверное, на какой-нибудь крем-суп, на любой салат. И придать ему совершенно необыкновенный вкус. А в кастрюле, которая у нас отправится сейчас в печь, здесь... В печь у вас здесь сливки и сливочный крем. Класс. Ну что, поехали. О, пахнет это просто невероятно. Это можжевельник так удает уже, да? Там у нас цедра апельсина, мы сейчас туда еще натерли, укроп. Обязательно нужно перемешать сильно, чтобы все эфирные масла разошлись. Потрясающе. Что мы теперь с этим делаем? Сейчас мы убираем под пленку и в холодильник на ночь просыпаемся и лосось уже готово. А вы... Вот вопрос. Вы его когда достаете с под пленки, вы это все смываете или просто смахиваете? Или прям под водой? Под водой. Под водой смываете, да? Да. Что-то невозможное. Наглый вопрос. Если вдруг делать кусочек побольше, а сколько это, например, может храниться в холодильнике? То есть если я сделала... Ой, ну по пару дней точно. Если есть еще вакуум, потому что есть уже домашний вакууматор, я знаю, то тогда прям еще дольше. Вот. Можно на самом деле через вакуум замариновать. Он получается быстрее. А тогда сколько, несколько часов? Часа за три, за четыре. У меня, кстати, есть вакуумизатор, потому что я с ним очень баловалась, когда приобрела себе сувид домой. Очень удобная вещь. Да. Расскажите все-таки, как же сделать попкорн из гречки? То есть, смотрите, чтобы сделать попкорн из гречки, нам понадобится, естественно, гречка. Мы ее отвариваем а-ля аль денте. Да. Вот. И потом на ночь, опять же, когда мы поставили лосось в холодильник, перед сном можно поставить в духовку, ну, а то как раз сыпать эту же гречку уже. Поставить градусов на 60. Самую низкую температуру, да? Да, ну, там 60-50 градусов, самое главное, чтобы она высохла и превратилась обратно в хрустящую. Не то, что хрустящую, она будет такая прям жесткая-жёсткая, как будто ее не варили. Вот. И потом мы берем притюрное масло, либо растительное масло, да, 220 градусов, и она взрывается в гречке. Фантастик. Обязательно 220 градусов, 220-230, потому что если там закинуть 180-200... То есть вы наливаете, подогреваете масло, мы измеряем температуру? Да, в сотейнике, да, в сотейнике с термометром, 220 градусов. Я всегда говорю, имейте дома обязательно кухонный тимурмитр, это дико важная штука. Измеряем температуру, высыпаем тут эту гречку, и за несколько минут... Она прям сразу начинает... Вынимаем на салфетку? Да, на салфетку солим, и все. И вы ее не подслачиваете, она как раз у вас солененькая. Да, мы делаем соленую. Можно, на самом деле, взять сахарную пудру, посыпать, и уже будет добавлять на десерты. Гениально! Или смотреть дома кино. Также можно сделать из перловой крупы, из киноа. Да, амарант, он тоже такой мелкий. Вот, так что, ну, все, что крупа, все можно сделать из этого попкорна. Из риса. Если вы забыли, у меня в Инстаграме есть рецепт, как сделать обычный попкорн. Просто из кукурузы. Ну вот теперь вы будете узнать, как сделать из гречки. Как коптить сметану? Как вы это делаете? Берем сметану либо 30, либо 40% жирности. И у нас, естественно, в ресторане есть коптильня. И это, получается, холодное копчение. Выкладываем на лоток сметану и ставим коптиться. Если у вас нет коптильни, у меня, например, ее нет, есть такая классная штука, полгистская, называется smoking gun. Это, естественно, похоже на небольшой пистолет, который помогает нам коптить все, что угодно. Я так коптила барбекю соус. И теперь мне, конечно, не терпится вернуться домой, попробовать сделать копченую сметану. Повторяю, все в мелочах. Сядьте к борщу подать. Не просто сметану, а копченую. Жена моего талантливого оператора всегда твердит, чем красивее блюдо подано, тем вкуснее оно. Давайте уже соберем наш ревион. Продолжение следует... Мы достали наш чудесный соус, где у нас хрен, слитки, то, что было в печи, и переместили вот в эту классную штуку. А что это? Это сифон, с помощью которого наш хрен будет воздушным, такой, как мусс. Мне кажется, что это никак не повторить иначе дома. Но, в принципе, можно... Нет, на самом деле, везде сейчас уже продается. И можно покупать разные баллоны. Здесь мы используем баллоны для сливок, а есть для газированной воды. Можно нажимать сюда. Точно. И делать лимонад. И делать дома лимонад. Супер. Вот не знаете, что подарить жене, другу, коллеге, который любит готовить? По-моему, это отличный вариант. И лимонады, и невозможно крутые соусы. Смотрите, как это круто. Это щучья игра. Щучья. Щучья. Ну что, блюдо наше готово, собрано. Смотрите, как это невероятно красиво. Теперь моя любимая часть съемки. Будем пробовать. Конечно же, мне хочется захватить абсолютно все. Сейчас я возьму даже себе вилочку. Как обычно, я это делаю не очень изящно. Но какая разница? Просто уже хочется поесть. Мне кажется, у меня руки дрожат. Это так вкусно. Честно говоря, это блюдо, правда, меня поразило. Звучит настолько как-то... Ну, вроде не затеяли в этом лосось, хальраби. Но все вместе это превзошло все мои ожидания. Чуть соленоватая, но очень свежая рыбка. Чуть соленоватая икра. Вот этот хруст гречки. И причем ярко выраженный вкус гречки. Невообразимо вкусный вот этот вот воздушный соус из сливок. Сливок и вот эта нотка хрена. То есть это просто фейерверк во рту. Бегом в этот ресторан пробовать это блюдо. Но есть в меню. Я предлагаю вам оставить меня в покое. Я обещала оператору угостить его. Но не уверена, что это сегодня произойдет. Я еще уточню, что это за зеленое масло, которое мы украсили блюдо. Оно тоже дает что-то, что-то оно дает. А это просто делает меня абсолютно счастливой. Ну вы видите мое абсолютно благостное, счастливое лицо. То есть я это буду готовить, наверное, ну может быть не каждый день, но готова я это есть. Каждый день невозможно вкусно. Приходите, пробуйте. Я сейчас, наверное, после съемок обнаглею, пойду еще съем гречку с пармезаном. Берите сюда за розбифом. Ну то есть, а я забыла спросить. Вот важный момент. А что это было за зеленое масло? Это масло из зеленого лука. Это берется... Длинный, да, вот эти? Можно взять сибулет, можно взять зеленый лук. Но мы берем сибулет, потому что он не такой едкий. Вот когда начинается сезон уже, да, мы переходим на зеленый лук. Вот, можно взять также петрушку, укроп, не знаю, шпинат. А как из него сделать масло? То есть мы берем... Мы берем масло, берем... Сливочное, оливковое... Нет, растительное масло, да. Допустим, на литр масла 500 грамм зелени, той, которую вы хотите. Ага. И берете погружной блендер, либо стакан, лучше, конечно, стакан, потому что он более мощный. Да. И прям бьете долго на высокой скорости. Гениально. И он должен нагреться где-то градусов до 80. Гениально. Потом нагреваем или пока блендер дает... Нет, он прям будет нагревать. Да, нагревать. Только нагреется, мы его не процеживаем, переливаем в гастроемкость и оставляем на ночь в холодильник, чтобы еще настоялось. Конечно. Ведь у меня любимая история, все ставить на ночь и идти спать. Правильно. И утром просто кайфовать. Вот. А на следующий день вы уже процеживаете это масло, и оно готово. А хранить это сколько? Я понимаю, что я вас мучаю просто, но я просто на это делаю сразу много... В холодильнике мы храним, в стекле, в какой-то... Да, да, да. Опять же, если есть вакуум. Да, ваш любимый вакуум. Да. Конечно же, я очень хотела спросить, какая ваша вообще любимая еда? Конечно же, можно назвать несколько блюд, не обязательно наши, русские, а может быть... Ну, смотрите, я такой же обычный смертный человек, как и все, да, и ем обычную еду. Мне, допустим, у себя мне нравится, я прихожу и завтракаю, тоже гречки с пармезаном. А по поводу вообще любимых блюд, ну, они всегда меняются по, наверное, настроению и вкусу. Класс. И вот такой еще вопрос хотела вам задать. Есть ли какие-то у вас любимые рестораны, которые вас вдохновили, которые вас как-то, может быть, изменили, ваш взгляд на кухню? Куда вам так нравится возвращаться? Не знаю, в России, в мире? Ну, смотрите, давайте, я не буду точно за какие-то рестораны, я вам скажу, какие, наверное, страны, да? Естественно, так как я учился во Франции и жил там два года, это, естественно, Франция и, скорее всего, Париж. Ну, а сейчас, естественно, тренд – это Скандинавия вся. Да. Да, и я часто бываю в Кофенгагене, в Стокгольме. Спасибо вам огромное. Мне кажется, мы очень многому сегодня научились. Огромное количество каких-то крутых лайфхаков, которые можно смело повторять у себя дома на кухне. Ну, и, конечно, спасибо, что накормили. Это было, правда, бесподобно. Спасибо. Ура. Други, ну, конечно, да, прям бегом подписываемся на канал, ставим мне лайки, напишите мне что-нибудь в комментарии. И, кстати, если у вас есть какой-то вопрос для нашего шефа, задавайте его внизу, и я обязательно попрошу, чтобы на него ответили.